Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добры 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 создавал DimaTorzok DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добры создавал 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 DimaTorzok рядом с какой-то скалой и какое-то углубление в скале. И все это время он был там, питался финиками и, как написано в папирике, ворон приносил ему хлеб. О нем мало что известно, как о родоначальнике отшельничества, монашества, но его можно назвать праотцом монашества. Потому как более известен нам другой монах, живший примерно в то же время, Антоний Великий. Однажды ему, Антонию, пришла мысль о том, что он, наверное, единственный в той пустыне отшельник живущий. И достигший там какой-то чистоты и веры. И Господь открыл ему после этого помысла, что нет, он не единственный. И уже давно живет в пустыне, в этой же пустыне отшельник по имени Павел. И Антоний отправился к нему, они встретились. Святой Павел оставлял его к смирению, Антония. И святому Павлу была открыта дата его кончины, когда же, когда это случится. И он поведал об этом Антонию и попросил его похоронить его здесь же, у этой скалы. Святой Антоний Великий, когда вернулся уже еще раз к Павлу, нашел его уже усопшим, в колено преклонной позе, видимо, во время молитвы. И там же он был похоронен. Сейчас его мощи находятся, сначала они были в Константинополе, но сейчас находится в Венеции, и часть мощей находится в Риме. Братья и сестры, сегодня также на богослужении мы слышали притчу о мытаре и фарисее. Нам эта притча всем нам известна, и известно также ее наседательное мучение. Дай нам Бог, братья и сестры, покаяния и смирения мытаря, и поси нас, Господи, от возношения, гордыни и отсутствия любви фарисеев. Храни всех Господь. За страхом Божиим и верою приступите. Счастник, вы слушайте молитву ко святому причащению, Мысленно повторяю за священником. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Увидеть свои грехи А как их увидеть? А вот и нужно Чтобы душа наша открылась Открылась в первую очередь для нашего с вами взора Чтобы мы сумели Увидеть Свою душу свои дела, свою жизнь, как всегда бывает подчас и в большей части, когда мы видим вокруг, что у нас происходит. Это мы воспринимаем очень сразу и оценку даем, а даже и выводы делаем, а иногда и говорим, что с ними будет, и даже приговор уже почти готов, и говорит, чужую веду и руками разведу, а своей памяти не дам. Вот это вот с нами так происходит. Но самое главное, что мы должны с вами действительно осознать свои недостатки. В первую очередь, к чему нас не призывает это песнопение. Оно призывает нас, чтобы Господь открыл нам двери покаяния души, а чтобы Он открыл надо нам туда, эту створочку приоткрыть и заглянуть, то есть посмотреть на свою жизнь со стороны. А все ли я делаю так? А правильно ли я живу? Что я делаю для того, чтобы моя душа не погибла? Как я учу своих детей, внуков? Учу ли я спасение? И много чего можно перечислять. И вот нас это песнопение призывает именно к этому, чтобы мы посмотрели на свою жизнь, и чтобы приоткрыли окошко своей души, заглянули туда. И когда каждый из нас заглянет в свою жизнь, то каждый из нас найдет очень многого. Многого того, чего бы не нужно не только делать, но и знать. Поэтому, конечно, эти песнопения призывают, но каждый из нас должен совершить дело свое, дело своего спасения. Над чем мы и трудимся всю жизнь, тот духовный труд, который мы предпринимаем в своих молитвах, в службах, в анализе своей жизни, в исповеди. Вот все это нужно сложить место, посмотреть и сделать добрые, хорошие выводы. И все встанет на свое место. Иными словами, навести порядок в своей душе, поставить свою жизнь на правильную дорогу. Вот те спасительные средства, которые Господь своим пришествием в мир, Он пришел пожив с человеком, указал правильный путь жизни, дал спасительные средства. Пожалуйста, душа, бери, пользуйся и спасайся, если ты желаешь. Конечно же, без нашего желания, наших трудов, это невозможно. Но понятно, манная небесная, она просто так не падает. Как и мы все с вами, если не будем трудиться, мы не будем зарабатывать на хлеб насущный. Если мы не будем молиться, не будем исповедаться и анализировать свои грехи, свою жизнь, сопоставлять с заповедями, а иногда приложить Евангелие к своей жизни, чтобы увидеть себя, конечно же, не будет духовной пользы и спасительной для нас. Мы должны это делать. Должны это делать каждый день, как любой физической поддержки наш организм требует точно так же и духовной. Мы знаем, что в Священном Писании святые отцы нам говорят, что духовный труд важнее и должен быть главным, а все остальное приложение должно служить для человека. И вот дай Бог нам этим правильным путем, во-первых, его найти, избрать и идти этим путем, не блуждать, не путаться. Иногда мы говорим, что блуд ассоциация с прелюбодейством. Она в ассоциации такая близка по своему выражению. А блуд – это откаждение от истинной веры. Человек заблудился, ушел в сектанство или веру изменил истинную. Вот это здесь и действительно блуд. А прелюбодействие – это измена жене или мужу, наоборот, это есть прелюбодействие. А блуд – человек заблудился от истинного муки. И как часто мы блудим, а сколько у нас сомнений возникает, неуверенности. Прости нас, Господь. Несовершенные мы. Для этого Господь пришел для нас с вами, чтобы мы нашли свой путь правильный. А бери эти средства, спасители, которые Господь дал, вот они и будут правильными. А если от себя будет что-то произвольное, конечно, оно не Божие. Дай Бог, чтобы мы с вами, слыша сегодня напоминания о грядущем Великом Посте и предуготовительной седмице, которая сейчас предшествует нам, что мы все больше и больше осознавали. А для этого нужно нам с вами немножко погрузиться и почитать о Великом Посте. Что такое пост? Что мы должны делать? Иногда наш пост заключается в том, что мы не едим скоромной пищей. мясной, молочной. А иногда, говорит, я так этот пост поддержал. Ну и как поддержал? Не вкушал, говорит, ничего. Свернословил. Да как же на работе пойдешься? Без этого это уж как обычный след и так далее. Обижал кого-то, конечно. поста состоит именно в делах наших. Физический пост он напоминает нам. Апостол Павел говорит, что еда является напоминанием о посте. Чтобы мы не забыли, что мы проходим период Великого Поста. Еда, конечно же, и праздная, и постная, она отличается. Когда мы празднуем Новый год или другие, готовим много язв, конечно, физическим постом это назвать нельзя. но мы должны помнить, что основной пост это наша жизнь. Это исправление нашей жизни, наших дел. А физически он как дополнение к главному. Если главное есть, то оно второсипедное хорошо дополнение. но когда дополнение становится главным, это неправильно. Апостол Павел об этом нам напоминает и говорит. Это только напоминание, но не является суть поста. А суть поста это наши добрые дела. Примириться с враждующими, не делать зла ни козу, на зло не отвечать словом, помочь немощному, нуждающемуся, конечно же, усугубить молитву, сделать переоценку своих жизненных ценностей, посмотреть на свою жизнь и сделать выводы. Вот это будут плоды нашего поста. Поэтому дай Бог, чтобы эти недели, которые мы сейчас будем готовиться к Великому посту, мы правильно сориентировались, правильно поняли, что нам в этом Великом посте нужно сделать главное. Помоги нам Господи. всех вас, мои дорогие, благодарю за общие молитвы и желаю всем нам, чтобы милость и помощь Божия содействовала, сопутствовала нам от услышанного евангельского повествования, от услышанного песнопения, которое призывает нас к тому, чтобы мы готовились, чтобы милость и помощь Божия содействовала нам в деле нашего спасения. Храним всех, Господь. Причастников поздравляю с принятием престола и тайн. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok